друзья всем привет сегодня у нас 21 января и хотел бы показать свой заснеженный сад сейчас у нас плюс один ближе к вечеру будет понижение температур ночью до минус 5 уже в этом году были морозы минус 16 минус 13 были ничего и не укрывал кроме юбей чилийской но сейчас покажу и убею покажу и все что не укрывал так головчата тотис головчата тотис правильно оказывается харингтона коряна голд юки растрата такие вот пустынные растения по снегу тоже без укрытия рука речились корока речились как принципе снег вообще не страшен она и хорошо к нему относится и в естественной среде обитания в южной америки она растет там где часто выпадает большие объемы снега и как бы она на него нормально реагирует в средней полосе она вообще под ним зимует полностью весь холодный период можно конечно немножко постряхивать и наверное сейчас как видео запишу с некоторых растений постряхиваю снег потому все равно он мокрый тяжелый вот и возможно все все-таки какие какие-то заломы ветвей так здесь где-то лара петалл хотели пин криспи сосульки образовались вот такие пятна появляется после морозов на фатине вот они критично это на старых листьях в основном псевдосаза японская а я вот это бедолага это хомеропс хумилис вулкана который по хорошему нужно было укрыть и греть он у не остался так ну будет такой эксперимент выживет не выживет минут 16 напомню было листья конечно видно что уже мертвы если . рост сохранится то в этом году осенью его укрою с подогревом у нас где-то выпало сантиметров 12 снега сейчас вот она вот так гнется все в досад за японская здесь калина лавролистная но я думаю все таки калина это седьмая зона лавролистная хотя везде пишут что восьмой зоны кипарис аризонский форма глаука то что продают у нас под названием фасидиата не верьте это форма глаука широкая будет растение не пирамидальной узкой крона допустим вот это вот сосна гринтауэр да она фастикиатная а это товарищ нет ухо здесь даже больше намело пихта нортмана красотка хотел показать лично зеленая цветущая лиана бегнония не часто пока встречается в садах в нашем регионе но с каждым годом все становится популярней так что советую обратить внимание на нее если попадется в продаже тут такая шапка накрыта магония финтерсан ну вот она первую зиму у меня зимует посмотрим что будет красавица аризонец лещина red majestic пойдемте покажу сейчас юбею вот такое укрытие как в том году короб прошлогодний здесь конечно тоже все заметала японская хамилия молодые приросты которые были крайними прошлом году вот так пострадали после минус 16 но внизу нормально мне просто интересно и не укрыл хочу испытать сколько выдерживают бутоны потому что в принципе до минус 20 само растение должно вы не выносить а вот бутоны сколько выдержит и это неизвестно потому что многие говорят минус 5 другие минус 10 вот посмотрю во сколько в итоге вынесут они бутончики раскроются они или осыпятся весной так наклонилась криптомерия японская разен нужно тоже будет с нее снег стрясти бамбук тоже положила он бывает ломается когда сильный снегопад как-то был несколько лет назад 6 метровые стебли бамбука у меня пополам поломались вот видите как он гнется вот стволы вот этим поломается еще но вот этот точно подмерз который у меня без сорта который самый старый который уже лет 10 растет он подмерз он минус 12 все начинает подмерзать но здесь еще есть вивокс у него желтый ствол зеленой полоской и он как я понял выдерживает больше минус чем вот этот мой без сорта он потом осыпется весной и восстановится либо на стволы восстановится листва на них либо стволы замерзнут и полностью восстановится он от земли это уже был он полностью меня замерзал и за два года вот 66 метров опять выстрелил просто это все зависит как он быстро будет восстанавливаться от объема корневой тут корневая у него большая за 11 лет сформировалась и он быстро восстанавливается даже как порослевая культура так мы давайте сейчас сюда зайдем поближе показать фатия японская spiderweb без укрытий видно что вот эти листья тоже сильно пострадали после минус 16 но это ничего она быстро восстанавливается тоже даже если средства пострадают у нее она очень быстро весной идет рост я покажу как она будет выглядеть весной потом летом в динамике и и я думаю что ничего критичного с ней не случилось ну вот этот лист тоже такой печальный здесь под снегом полностью закрылась могу не софт кэрос вот она мне кажется сильно подморозилась не зря и дают восьмую зону но не буду отгребать потому что еще минусы будет лучше пусть она под снегом будет такая шапочка этот здесь скрипта мире японская green peru и вот здесь тоже под снегом аспидистры тут их три сорта и одна видовая еще четвертый сорт дома растет весной высосу тоже первый год пока что меня не пробую их фатия зеленая тоже без укрытия растет как наклонился можжевельник хорсвана как-то спрашивали у меня стряхивая не стряхиваю я говорю по возможности когда есть возможность я с него конечно снег выбираю когда нет ну он просто наклоняется и все и в такой такой ойди находится распорнялся чуть-чуть хотя эта ветка у него была блин она не поломалась интересно потому что она была полностью вертикальная почти что да я думаю что нет пластичным все таки так по укрытию как говорил ранее уже короб из поликарбината внутри стоит датчик терморегулятор и теплопушка сейчас открою здесь укрытая датчик так сейчас укрытие 32 градуса включается он когда температура опускается два градуса плюс набирает 5 градусов и выключается теплопушка набирается такое вот укрытие пойдем когда солнце понятно что насильнее нагревается здесь бывает когда прям сильно тепло и на улице плюс я открываю проветриваю укрытие кипарисовик тупой черемен тоже вот так вот снегом загнула его пироган . еще осталось конечно уже не такая декоративная как осенью немного птицы и и съели но еще остались вот и вот и и точно вот пения не любит мокрого снега очень сильно выгибается я всегда по возможности стряхиваю с нее снег такие свечки у нее уже огромная но я хочу все с каждым годом низ оголять 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 чтобы ее она пошла вверх потому что она здесь и пироканту затеняет на пальму уже лезет тоже пирамидка из сосны мелкоцветковой нигиши если квости диатный он снимать не нужно стряхивать как было нормально форму держит еще немножко дальше покажу что там растет можжевельник китайский стрикто стриженная форма нужно тоже пусть него постряхивать снег давайте наверно туда зайдем можжевельник виргинский тоже стриженная форма обычный виргинский можжевельник который стриженый под ну аля кипарис розы еще на куба японская с такими огромными листьями не знаю что она так дает вот это не фолия сорт но листья у нее вот прям огромные тоже красотка минус 16 прекрасно перенесла вообще а у куба я думаю даже устойчивее вот facie все-таки будет где-то минус 20 для у куба вообще ну как бы не проблема также здесь у меня вечно зеленые папоротники различные рыбки здесь тоже зона с папоротниками морозниками но все под снегом пусть потому что в том году были морозы минус 12 или 14 без снега и морозники некоторые сильно пострадали потому что они уже были с бутонами магнолия суланджа вот кто спрашивает про размеры такой ствол метров пять шесть дерево это крупное дерево клен шиши гашира хотел показать еще вот здесь растет криптомерия дингер но тут все бамбуком он так положился закрыла не буду его травмировать тоже дергать но видно что да вот этот все-таки облетит но весной покажу что будет с ним что осталось еще чуть-чуть еще буквально месяц и весна вот новый сезон так что я всегда говорю пусть будет лучше снег с морозом чем мороз без снега так что такие зарисовки зимы то говорят что нет снега на кубани да есть он каждый год стабильно ну правда не всегда долго лежит но лежит это у меня ель сорт не знаю тоже затреженная форма потому что очень близко здесь все посажены и вопрос стоял убирать ее или сформировать ну вот сформировали ну сейчас не видно конечно весной покажу более форма будет ее видно вот ну на этом хотел бы закончить такой обзор всем до встречи сегодня вопрос запишите вот эти бутоны на саландже видно будет свистеть это поздняя цветущая как раз возвратными заморозками она не бьется бутоны у нее всем пока